Витаю, друзья! Вы на Фабрите на Вымене. Назвайте Евгения Кутнова. Я рада видать сегодня свою спив-размовницу Юлия Владынина. Юлия, здравствуйте! Здравствуйте! Юлия, конечно же, давайте начнем нашу беседу с обсуждения событий, которые происходят в Израиле. Вот уже известно, что речь идет о 1300 погибших мирных жителей. В основном это мирные жители, которых убили боевики Хамас в своих домах и на танцевальном фестивале. Также есть сообщение от Белого дома, что США и Израиль обсуждают возможность создания гуманитарных коридоров и зон безопасности для вывода людей из сектора газа. По вашему мнению, что происходит в Израиле на сегодняшний день? И кто главный кукловод всего этого? Ну, вы знаете, я думаю, что давайте сначала ограничимся утверждением, что Хамас сам по себе в принципе является террористической организацией, которая существует не за счет того, что она содержит, ну, как-то дает своим жителям работать. Это принципиально другой тип человеческого сообщества, который мы в принципе имеем в истории. Хотя в принципе можно сравнить, что вот некоторые варварские сообщества, образовывавшиеся на границах больших империй и живших грабежом этой империи, они в принципе там немножко типологически похожи. Но не совсем, потому что Хамас – это человеческое сообщество, которое… То есть не человеческое сообщество, а это секта, это террористическая организация, которая руководит таким человеческим сообществом, которое является агрессором, которое внушает всем окружающим, что они являются жертвы, и которое в принципе не способно не только к нормальному развитию бизнеса, но и к нормальному государственному строительству. Вот обратите внимание, что не хотят ни то, что эти территории не хотят сейчас все забирать ни Ардания, ни Египет, и что арабские государства, даже при том, что у них были очень тяжелые отношения с Израилем, в конце концов они подписали мир и занимаются тем, чем полагается заниматься государством. Хамаса принципиальная позиция всегда заключалась в том, что он ни при каких условиях не хотел подписывать мир и всегда выдвигал следующее условие, что весь Израиль должен быть уничтожен, что вся территория Израиля – это территория Палестины, что она должна отойти таким образом Хамасу, что каждая женщина, ребенок и мужчина на этой территории должен быть уничтожен, а если Израиль почему-то не ведет об этом переговоры, значит, он не склонен к компромиссам. И, собственно, это была главная тема всех леваков в мире, и это было, конечно, абсолютно удивительно, когда они хором и говорили, говорили, вот-вот Израиль не соглашается переговариваться с Хамасом. Собственно, вот о чем переговариваться, когда в принципе Хамас выставлял такие условия, что договориться невозможно. И если договориться невозможно, то если вы не хотите договориться, вы никогда не договоритесь. Соответственно, такой организации, чтобы держать в подчинении, держать в терроре всю человеческую массу, которая под ней, нужно две вещи. Одна называется насилие, другая ложь. Ложь – это когда детям с двухлетнего возраста, ну не с двухлетнего, а просто с пеленок, рассказывают, показывают мультики про евреев, которые превращаются в обезьяны-свиней. Рассказывают им, опять же, с четырехлетнего возраста про пророку Мухаммеда, которого хотела отравить еврейка барашком отравленным. Барашек воскрес и сказал, что его есть нельзя, потому что его отравила еврейка и так далее, и так далее. В результате мы видим пятилетних детей, шестилетних детей, которые говорят, я хочу стать мучениками, я хочу убивать евреев. То есть этот ребенок хочет убивать евреев и знать, что евреи – это абсолютно злой террорист, и раньше, чем он, собственно, вообще понимает, о чем идет речь. Любая степень индуктринации, которая была, например, в Советском Союзе, но глубоко перед этим пасует, которая была даже в нацистской Германии, потому что, в принципе, этих детей не обучают больше ничему. И это ложь. А с другой стороны, насилие, потому что Хамасу надо подтверждать как бы резон своего существования, и резон своего существования он может в конечном итоге подтвердить только одним. Совершить террористическое нападение на Израиль, дождаться удара в ответ и закричать, особенно обращаясь к левакам всем мира, вы так меня обидели, кровавые израильтяне отключили мне воду, газ и так далее. Обратите внимание, что все сейчас рассказывают, какой нехороший Израиль отключил воду, электричество, газ и так далее, и не вывозит мусор из сектора газа. Я напоминаю, что сектор газа обладает полностью самостоятельной администрацией, которая получила за все время своего существования в расчете на каждого палестинца раз в пять или шесть больше денег, чем европейцы получили по плану маршала. И за все это время эти ребята не удосужились построить, я уж не говорю о том, что побережье Средиземного моря, где они обитают, можно превратить во всемирный курорт. Я не говорю о том, что два миллиона человек могут работать на заводах и превратить это место в Тайвань. Но эти люди, руководители Хамаса, не обеспечили, не удосужились обеспечить собственное население, даже электричеством, водой в достаточном количестве, там около 20% воды, газом, вывозом мусора. Но все эти деньги употребили на строительство тоннелей и строительство ракет. Это очень много говорит об этой социальной структуре. Значит, когда такая секта так существует, она производит теракты, но также, естественно, как, я не знаю, печень вырабатывает желчь. Вот, соответственно, вот поэтому, прежде всего, это произошло. Хамас говорит, что он готовился к этой операции два года. И, соответственно, два года – это два года. А очевидный бенефициар, то есть просто люди, которые непосредственно, непосредственно руководили, непосредственно всегда окормляли Хамас, это Иран. Причем совершенно есть очевидный бенефициар непосредственной атаки сейчас. Иран срывает сделку Израиля с Саудовской Аравией, которая была для Израиля, для Саудовской Аравии очень важна. Да. Насколько в этом замешан Путин, это для меня пока очень большой открытый вопрос, потому что, по крайней мере, Путин является бенефициаром всего этого. И, по крайней мере, Путин очень совершенно, на мой взгляд, фантастически себя повел, потому что, ну, с точки рациональной точки зрения, конечно, надо было ожидать, что, пользуясь его хорошими отношениями с Нетаньяху, он попытается выступить в очередной раз в качестве посредника. То есть, он займет относительно войны Хамаса и Израиля ровно ту же позицию, которую Эрдоган занял относительно войны Украины и России. Наш подстрел везде поспел. А вместо этого Путин, ну, фактически открыто занял сторону Хамаса. И таким образом что, погубил свои отношения, получается, с Нетаньяху? Ну, вот тут же израильский посол даже специально говорил, что он не имеет никаких данных о причастности России к нападению и так далее, и так далее. Видите ли, Израиль находится не в том положении, чтобы разбрасываться союзниками, и Нетаньяху, человек, который слишком долго находится в политике, чтобы не проглотить, ну, любой вызов, если с этого будет какой-то толк. Тем не менее, просто я вот говорю, что поведение Путина, ну, то есть, для меня, конечно, может быть более знаковым и более важным и более стратегически важным в этой конфликте является поведение, я не знаю, там, студентов Гарварда, где 30 студенческих групп подписали письмо в поддержку, значит, несчастного народа Палестины и так далее. Или Black Lives Matter Чикагского, которая вышла с заглавной страничкой, на которой изобразили хамасовского парашютиста и сказали, что, типа, мы с вами, вот, да здравствует деколонизация. То же самое хотим сделать и в Америке. Тем не менее, там, ну, в глобальном масштабе это, наверное, более важно. И более того, без этого бы ничего не происходило, без этого бы Хамас не мог существовать. Но вот в техническом, тактическом масштабе, конечно, поведение Путина настолько удивительно, что заставляет задуматься. Потому что, как я уже сказала, конечно, он является абсолютным бенефициаром, просто война с Украиной, Украиной с Россией, просто исчезлые новостей, вот, вот все, да. Она при виде того, что произошло в Кварадзе, при виде того, что произошло в Берии, при виде того, что произошло в Риме, когда мы видим совершенно реальные, да, в Кварадзе 200 убитых людей, 40 убитых детей. И среди них у некоторых младенцев отрезаны головы. Я это специально повторяю, потому что уже идет гигантская кампания дезинформации о том, что, дескать, это неправда, головы не отрезаны. Так нет, головы отрезаны, только просто, естественно, надо понимать, что головы отрезаны нет не у всех 40 детей. Женщин насиловали над трупами их убитых товарищей, их убитых друзей. А вот все это мы видели практически в прямом эфире, они еще сами этим хвастались. И Путину, конечно, супер выгодно, что внимание всего мира отвлечено в этой ситуации с Украиной. Юлия, глава разведки Кирилл Уданов говорит о том, что если война в Израиле затянется, то это будет влиять все на поставки вооружения для Украины. Вот это тоже может быть одной из целей Путина тогда? А еще раз повторяю, мы еще никак не доказали, что Путин является не только бенефициаром, но человеком, который непосредственно участвовал в подготовке всего этого. Не надо приписывать Путину сверхъестественные способности, потому что вот собственная операция Путина под названием «Киев за три дня» кончилась не очень успешно. Поэтому давайте пока не будем впадать в теории заговора и рассказывать про великого Путина, который ничего не умеет сделать, когда это надо ему самому. Да, вот он не добился своих целей в Украине, опозорился там, тут в десяти местах. А вот когда надо организовать нападение Хамаса на Израиль, то тут у него все прошло без сучка, без задоринки. Я пока, еще раз повторяю, да, я не говорю ни за, ни против. Давайте просто дождемся, во-первых, дождемся заявлений, собственно, Масада и Шабака. Я не думаю, что они будут в такой ситуации молчать. Я не думаю, что в такой ситуации будут молчать американцы. А самое главное, что бенефициаром этого он является совершенно точно. Но бенефициаром этого, понимаете, например, является и Китай. Вот у Китая сейчас будет фулл хаос, если они, конечно, нападут на Тайвань, потому что они такого благоприятного момента еще долго не раздобудут. Но это же как бы не значит, что Китай там договаривался с Хамасом. Я могу вам сказать, во что я точно не верю. Вот в Нью-Йорк Таймс вышла статья, в которой было написано, что Иран не знал о нападении Хамаса или, по крайней мере, американская разведка не имеет таких данных. Вот я могу сказать, что вообще на наших глазах просто в мире разведки становятся балаболами. Вот просто реально, вместо того, чтобы заниматься реальной деятельностью, они играют в какие-то политические игры или отмазывают руководство. Потому что в переводе эта статья Нью-Йорк Таймс означает всего лишь. Байден послал Ирану 6 миллиардов долларов, и сейчас разведка США и Нью-Йорк Таймс отмазывают его от того, что эти 6 миллиардов долларов приземлились в Израиле. Юлия, один из лидеров Хамаса призывает мусульман к погромам и геноциду евреев и даже называет дату пятница 13-ая. А пятница 13-ая у нас завтра. Чего можно ожидать и какие последствия могут быть после этого заявления? Я могу быть плохим предсказателем. Но я обращаю ваше внимание, что они там и Хизбаллу призывали вмешаться. И даже вот вчера был большой переполох в Израиле, когда мы все тут считали, что вот уже летит. Там просто сработала система оповещения. Летели беспилотники. Выяснилось, что это какие-то такие... В общем, ни один беспилотник на самом деле не прилетел. Прилетела ракета. Она упала где-то в 30 километрах от Натани к северу. Но это была газовская ракета. То есть это ракета, которая очень далеко залетела из сектора газа. Значит, даже Хизбалла, про которую все ожидали, вмешается она или не вмешается, очень много резервистов поехало на север, сидит на заднице ровно. В том числе, напомню, потому что Хизбалла, в отличие от Хамаса, это сплошные милитаризированные поселения. То есть почему-то они выгнали гражданских, которые обычно там с живым щитом служат. И в качестве таковой она является для флота США, который уже второй флот прибывает в этот район Средиземного моря, является очень удобной мишенью. Так что мы пока видим, что даже Хизбалла не вмешалась. Я могу быть плохим пророком, но я думаю, что мы увидим следующее. И что мы не увидим крупных выступлений, как это ни странно, в арабских странах, союзных с Израилем, несмотря на то, что Хамас, напоминаю, это часть мусульманского братства. И мусульманское братство – это как раз те люди, которых поперли от власти в Египте. И я буду очень удивлена, если будут крупные выступления в Иордании. А между тем, конечно, Халет Машаль на это рассчитывает, потому что, напомню, что Иордания в принципе населена палестинцами. То есть 80% населения Иордании – это, строго говоря, палестинцы. Если палестинцы вообще существуют, если это просто не разновидность арабов, да, как, условно говоря, сибиряки, разновидность русских. Тем не менее, значит, если палестинцы существуют, то 80% патестинцев – это Иордания. Население Иордании 80% составляет палестинцы. Соответственно, я обращаю ваше внимание, что американские вооружения сейчас приземляются именно в Амания, в столице Иордании. Они пешком переходят границу. То есть и Иордания, и Египет. Они очень громко это не говорят, но они в этой ситуации абсолютно на стороне Израиля. Египет даже закрыл в очередной раз границу с газой. То есть это к вопросу о том, что оттуда не пускают людей, а кто мешает пускать людей через границу с такой же арабской страной Египтом. Напоминаю, что Египет и гражданство не представляет палестинским беженцам, что, собственно, было характерно для всех арабских стран с 1948 года. Они всегда палестинских беженцев использовали в качестве оружия против Израиля. Точнее, они их физически создавали, потому что любые беженцы, вы знаете, хоть одно место в мире, где с 1948 года существуют беженцы. Вот. Да, там, извините, я долго отвечаю на ваш вопрос. Я вернусь к важной части ответа. Ну, только просто добавлю, например, что в 1945 году немцев около 14-12 миллионов покинуло страны Восточной Европы, в том числе и в Восточную Пруссию, на Неграйн-Градскую область. Ну, мы не слыхали ничего о 40 миллионах размножившихся немецких беженцев, которые претендуют на возвращение в суде, это Восточную Пруссию и так далее. Хотя это были очень жестокие изгнания, абсолютно этнические чистки на грани геноцида. В данном случае, вот, с 1948 года нам говорят, что вот существуют беженцы, а также их внуки, правнуки, внучатые племянники, троюродные братья и так далее, и так далее. И вообще все, кто имеет к этому как-то отношение или в это вписался и получает от этого деньги он и многих других международных и немеждународных организаций. Что же касается западных стран, то у меня самое очень интересное, что будет, потому что мы уже видели демонстрации в поддержку ХАМАС, мы уже видели разбитые стекла лондонских магазинов кошерных, мы уже видели британскую полицию, которая говорит евреям, детям евреев, пожалуйста, не приходите в школу в Кипе или в чем-нибудь таком, чтобы не выдать свою национальную принадлежность. Соответственно, у меня это два вопроса. Первое, что будет в Европе пятницу 13-го и в Америке, но в Европе в первую очередь. А второе самое интересное, это, конечно, что будет в Европе лет через 20. Юля, если начнутся погромы, к чему это все может привести? Если в нынешней ситуации начнутся погромы, то я думаю, что будет просто зачистка погромщиков, даже несмотря на то, что... С другой стороны, понимаете, дело в том, что европейские политики настолько лишились яиц, что их действия предсказать очень сложно. Например, напоминаю, что после терактов в Батаклане ничего не произошло во Франции такого, чтобы радикально поменял их политику в отношении эмиграции. То же самое, когда взорвался бостонский марафон, и тогда выяснилось, что его взорвали два брата чеченца, которые получили политическое убежище. Один даже был гражданином США, если я не ошибаюсь. При этом получение политического убежища никак не повлияло на то, что они ездили туда-сюда, обратно, домой, в Чечню. Значит, то есть какое-то странное политическое убежище. Причем здесь политическое убежище, и зачем на деньги американских многопотельщиков собирать бомбу из скроварки? Тем не менее, мы видим, что тогда абсолютно никакой эмиграционной политики не было пересмотрено, потому что та бюрократия, которая заведует эмиграционной политикой, и ее собственные привилегии, и ей собственный статус, и собственный образ жизни гораздо важнее, чем то, что происходит внутри страны. Так что, знаете, я сейчас немножко с ехидством смотрю на то, что россиян, как известно, сейчас не очень пускают в страны Запада. Вот, оказывается, есть хорошие люди, которых спокойно пускают. Это вот те самые люди, которые кричат, допустим, в Австралии на ступенях оперы «Евреи в газовую камеру». Авианосец в США – это сдерживающий фактор для ХСБВ? Да, я только что сказала, я думаю, что они из-за этого и заткнулись. Юлия, все-таки начнется ли сухопутная операция? Тоже об этом очень много говорят. Как вы считаете? У меня нет никаких сомнений, что она начнется. Я вообще думала, что она, возможно, начнется сегодня ночью. Почему я думала вот прямо на сегодняшнюю ночь? Нет, ну понятно, что там просто сначала идет подготовка с воздуха. Но почему она начнется в ближайшее время, я могу сказать очень просто. Потому что в Израиле образовалось правительство национального единства. И это правительство национального единства в переводе означает, что Биби Нетаньяху хочет со всеми разделить тяжесть решения по проведению сухопутной операции, чтобы потом кто-нибудь не выскочил из-за угла и не кричал «Вот, Биби нас в это впутал». Ну вот, хотели, получайте. Соответственно, поскольку у Израиля нет никакого другого выхода. Другой вопрос, как можно. Другой вопрос, первый, к какому количеству жертв это приведет. Кстати, это тоже очень интересно, потому что вот мы видели огромное количество боевиков Хамаса, которые убивали, просто реально убивали младенцев. Вот как в Средневековье, как на Древнем Востоке. Я напомню, что в 2006 году, когда солдаты, когда израильские танки входили в газу во время операции «Литой свинец», тогда почему-то хамасовцы не стреляли по израильским солдатам. Там просто практически вот были не то, что единичные случаи, а потом просто их было меньше малого. Зато они воспользовались этим временем для того, чтобы арестовать несколько десятков сторонников ФАТХа и запытать их прямо в то время, когда шла наземная операция, запытать их в своем главном штабе, который расположен под главным госпиталем газа. Где же еще? То есть вот у людей нашлось на это время. Так что я ничего не говорю, но вот мы тоже будем с любопытством, давайте, ждать, какое количество людей, которые стреляли, которые с вожделением насиловала женщин и отрезала головы младенцам, какое количество из этих людей действительно будет сражаться с израильскими танками. Юля, много разговоров сейчас ведется и о том, был ли готов и в Израиле к этой атаке, и почему так случилось. И вот уже есть заявление о том, что, да, признала, да, по-моему, ФАТХ уже признал, что это не смогли седьмого числа защитить. Как вы считаете, как это отобразится все-таки на правительстве? Вы знаете, мне кажется, сейчас не время разбираться с правительством, потому что, ну вот тот человек, который в этот момент думает, а давайте-ка мы что-то тут воткнем Биби перо под бок, ну это просто, знаете, извините, не буду говорить, хотя могу сказать, но это будет тогда неприлично, придется запекать. Вот поэтому я лучше промолчу. Соответственно, вот во время консострофы, во время войны, самый главный принцип сначала выиграть войну, а потом разбираться, что пошло не так. Соответственно, почему проморгали, на этот ответ уже многократно был даден, потому что невозможно угадать намерения, и я думаю, вот те учения, которые постоянно проводил Хамас, там он 10 раз проводил учения о том, как они валят забор. Ну, все решили волки-волки, волки, а тут волки действительно прибежали. Обращаю также ваше внимание, что части израильской армии были готовы. Например, ни одна лодка с хамасовцами не высадилась на берег, просто потому, что у морской охраны, у нее отдельное командование, они просто тупо все эти лодки уничтожили, а там было их очень много. Насколько я понимаю, хамасовцы действительно очень профессионально с помощью дронов уничтожили сначала датчики на стене, потом они сделали вот эти проломы, потом они действительно мгновенно штурманули, в том числе и УГДУ, это пункт, где стекалось все данные о стене. Но я также хочу обратить ваше внимание, что в рамках вот либерализации мирного процесса, который на самом деле и был главной причиной как с одной стороны нападения хамаса, так и с другой стороны неготовности, потому что когда у вас 25 лет мирный процесс, вы все расслабились и забыли, что та организация, которая якобы участвует в мирном процессе, что он ей крайне невыгоден, потому что она надеется не договориться, она надеется сорвать мирный процесс, вышеназванный любой ценой. Так вот, значит, там же было даже решение суда о том, что если бульдозер повалил стену, или если люди перерезали кусачками стену, перерезали ограждение, то стрелять в них нельзя. Это было решение суда. Я думаю, что, а, оно будет пересмотрено, б, я надеюсь, что будет пересмотрена одна очень важная вещь. Дело в том, что в Израиле нету населения на руках оружия. Вот концепция такая, что Цахал всех защищает. Это, как мы видим, не очень хорошая концепция оказалась в условиях современной распределенной войны. В то время как, ну, скажем, если бы такое нападение было на Техас, мы видим, что в тех кибуцах, где случайно было какое-то оружие, люди довольно успешно отстреливались. А в большинстве своем суда люди были абсолютно безоружны. То есть, ну, а вот что вы сделаете, если вам в дверь врывается боевик? И тут, наверное, показателем является не только то, что проморгала все разведка, не только то, что люди оказались абсолютно незащищенные, потому что у них не было оружия, но и та важнейшая вещь, что Израиль мобилизовался мгновенно. То есть резервисты буквально выскакивали из дому в тапочках на босу ногу, буквально мчались в свои части, хватали оружие и потом, соответственно, подъезжали к кибуцам, где еще шел бой. И так были спасены десятки и сотни, и, возможно, тысячи жизней. И уже потом им добровольцы сразу несли зубную щетку, носки, тапки. Вот это все уже на следующий день подъезжало, потому что по всему Израилю был брошен к речи. Юлия, мы уже в начале нашей беседы говорили о том, что многие международные организации сейчас критикуют Израиль за такой подход, скажем так, к наказанию, включая и гражданское население Палестины. И также вот это решение о том, что перекрыть воду и электричество. И все это Израиль мотивирует тем, что хотят, чтобы выдали заложников. А поможет ли это вернуть заложников? Вы знаете, первое, для начала. А почему Израиль? Встречный вопрос. Вы можете себе представить, чтобы, я не знаю, Советский Союз фашистскую Германию продолжал после 22 июня снабжать, я не знаю, электричеством и водой? Юлия, я же вас спрашиваю. Да, но это какая-то, понимаете, вот международная организация, мы до этих прекрасных озабоченных товарищей еще обязательно дойдем, потому что они, собственно, являются главной третьей стороной по вине которой все это случилось, потому что они этот гадюшник растили. Я не знаю, приложил ли на конечном итоге к этой грядке, полил ли эту грядку Путин, но что эту грядку растили, вскапывали, удобряли, унаваживали, в ней сажали семена, это делали именно ООН, это делало именно Палестинское агентство по правам беженцев, это делали в том числе Евросоюз, это делали в том числе все, все, кто мог, они закрывали глаза на проблему и говорили, но вот тут вот с 1948 года есть люди, которые, вдумайтесь, убежали с тех территорий, по которым наступали арабские армии, чтобы уничтожить Израиль. И Израиль виноват в том, что он не был перерезан в 1948 году, его войска зашли на эти территории, и я обращаю ваше внимание, что те арабы, которые остались на этих территориях, они продолжают на этих территориях жить, они составляют несколько миллионов, они имеют, арабский язык, напоминаю, имеют особый статус в Израиле, вы можете в суд подать жалобу на арабском языке, любое делопроизводство ведется в том числе на арабском языке, а эти люди имеют лучшую на Ближнем Востоке, единственную на Ближнем Востоке нормальную систему здравоохранения, они живут в единственном на Ближнем Востоке демократии, где у них, кстати, есть две партии, они живут гораздо лучше, на порядок лучше всех остальных арабов Ближнего Востока, вот они просто не убежали с этих земель, есть люди, которые убежали с тех земель, на которых должны были вырезать евреев, они, значит, убежали сначала в 1948 году, потом после войны 1967 года, некоторые из них убежали еще с территории после 1967 года. Евгения, нас с вами еще не было в живых, когда мы еще с вами не родились, даже я, когда эти люди убежали. Я как раз только-только родилась, значит, в 1966 году. Скажите, пожалуйста, кто развел из этих людей, вместо того, чтобы их интегрировать в арабское общество? Они же арабы. Они такие же арабы, как в Иордании, такие же арабы, как в Египте, такие же арабы, как в Сирии. Кто мешал всем этим прекрасным арабским странам спокойно интегрировать этих людей и пусть бы они жили, плодили, размножались. В истории человечества много раз люди переселялись. А нет, вместо этого арабские страны, за исключением Иордании, сказали, что мы им не будем давать права гражданства. Они поселили их в эти искусственные грядки, где взращивался терроризм под названием лагеря беженцев. И вот это все выросло. А теперь все эти международные организации, которые понимают, что они это взрастили, ну, арабские страны, и они, потому что если бы арабским странам в одиночку это бы не удалось без поддержки ООН. Вот теперь, когда они это взрастили, они понимают, что поскольку они несут за это ответственность, они же не хотят нести за это ответственность. А они говорят, ой, значит, тут да, вот какая-то неприятность произошла, ведь там же вначале не хотели признавать, какая неприятность. Если бы не современные социальные сети, то мы бы половину и не узнали. Если бы не Твиттер, мы бы и не узнали. Потому что СНН вначале нам рассказывала, что хамасовские милитансы, как она говорила, то есть ополченцы, перешли на территорию Израиля и захватили в заложники нескольких израильских солдат. А после этого Израиль почему-то начал бить по газе. И поскольку им не удалось скрыть размер происшедшего и как-то вот люди удивляются младенцам, которых отрезали головы, они удивляются видео, на которых торжествующие хамасовцы ездят с полумёртвой, полуобнажённой женщиной, у которой переломаны руки и ноги, и мы понимаем, что её насиловали, и мы понимаем, что всех тех молодых женщин, которые они забирали, они забирали в основном обратить внимание молодых женщин, хотя были исключительные случаи, они там 80-летних старушек вытащили из постельки, опять же, младенцев, вот, и это скрыть уже нельзя, и даже СНН вынуждена переменить свой тон. И поэтому началась другая песня, но это не повод отключать газу от электричества. Скажите, пожалуйста, а почему в газе нет собственного электричества? Куда делись миллиарды? На ракеты? На тех боевиков, которые отрезали головы младенцев? Юлия, Владимир Зеленский намерен посетить Израиль с визитом, в знак солидарности, об этом сообщают СМИ, подтверждения пока этому нет. Как вы считаете, как будет воспринят его визит в Израиле и в мире, и в России? Это интересно тоже. Слушайте, ну в России все, что делает Зеленский воспринимается от этого, честно говоря, вернее, Путином. Путином все, что делает Зеленский, да, Путин, я думаю, подпрыгнет до потолка и еще вырастет в два раза поддержку Хамаса. Потому что, судя по всему, у меня ощущение, что вот просто когда Путин увидел, что Зеленский поддерживает Израиль, он не стерпел ретивое, это как минимум, это самая, как бы это сказать, самая благоприятная интерпретация мотивов Владимира Путина. Вот он увидел, что Зеленский поддерживает Израиль и все, значит, разорвал до груди рубах и сказал, ну тогда я поддерживаю Хамас. Ну, конечно, на самом деле, ну, правда, следует, конечно, сделать оговорку, что он этого не сказал, а вместо этого он сказал на самом деле то же самое, что говорят вот все эти вот эти международные организации. Надо палестинское государство, надо мирный процесс и бла-бла, но надо понимать, что все вот эти вот фразы надо палестинское государство, надо мирный процесс, они в этой ситуации являются поддержкой Хамаса, точка. Потому что палестинское государство и мирный процесс в переводе с хамасовского на человеческий означает Хамас давно просит палестинское государство от, соответственно, от на всей территории Израиля и считает, что при этом Израиль должен быть уничтожен. А как я уже сказала, если кто-то не согласен, значит, он не способен к компромиссам. Вот. Ну, что сказать? Ну, замечательно, что Зеленский летит в Израиль. Юлия, скажите, пожалуйста, исходя из этого, если Путин поддерживает Хамас, Путин пособник террористов, скажите, ну, вот израильтяне, которые еще поддерживали скажем так, Путина и Россию в этой войне, вот у них после вот этого того, что сегодняшний день происходит у них, скажем так, ну, пришло уже полное осознание, что Путин пособник террористов или нет? Слушайте, ну, я понятия не имею, я, честно говоря, не знакома с израильтянами, которые поддерживали Путина в этой войне, потому что у них в глазах в головах творится, я не знаю. Юлия, я благодарю вас за интересную беседу, спасибо вам большое за все ваши ответы и за то, что вы нашли и уделили внимание нашим зрителям. Друзья, я також дякую за увагу и вам. Підписывайтесь, будь ласка, на Фабрику новин, ставьте нам лайки, пишите в коментарях, кого бы вы хотели бачить в наших эфирах. Також я нагадаю, у вас є можливість підтримати Фабрику новин и стати нашим спонсором. Это можно сделать на нашей YouTube-платформе. Еще раз всем дякую за увагу. Всего наикраще. До наступной встречи. Юлия, чекаю нас на Фабрице. Дякую вам. Спасибо. До свидания.